70 саженцев алтайских кедров взрастит Ладейнопольская земля в честь воинов, погибших на Свирской земле. 23 апреля в посадке саженцев на территории нового поликлинического комплекса приняли участие дети всех образовательных учреждений города, их педагоги и воспитатели, а также сотрудники Ладейнопольского лесничества. Это непростые деревца. С ними связана большая история. 70 лет тому назад в составе 363-го стрелкового полка 114-й стрелковой дивизии служил снайпером Паршуткин Тимофей Иванович, ветеран Первой мировой и гражданской войн. С первых минут боя 21 июня 1944 года при форсировании свири Тимофей Иванович отличился, уничтожив вражеский дзот. А 6 июля 1944 года Паршуткин уничтожил вражеский дот, но погиб сам. 21 июля бойцу было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Погиб Тимофей Иванович у поселка Салми под Петкерантой, а прах его перезахоронен в городе Ладейное поле. И все вы знаете братскую могилу на берегу Свери, где на граните высечены имена четырех героев Советского Союза. Капитана Шмакова, лейтенанта Киреева, сержанта Паршуткина и матроса Мошкина. А что же кедры? Волею судьбы житель Ленинградской области Волховского района Витко Алексей Владимирович в 2008 году оказался на Алтае. Он посетил замечательный музей истории и культуры Уйманской долины. познакомился с директором музея Кучугановой Раисой Павловной. Она рассказала, что их земляк Паршуткин Тимофей Иванович родом из этих мест, село Верхний Уйман Коксинского района. И просила поклониться праху героя на Ладинопольской земле. Алексей Владимирович обещал. Друзья показали ему невероятные красоты горного Алтая. Он побывал на Мультинских озерах, любовался водопадом Шуймы. И вот там, на одной из скал, он снял кедровую поросль и увез домой. И до 2013 года выращивал эти деревца в своей теплице. А ещё он привёз кедровые шишки и из орехов эти орехи посадил в землю. Долго мучился, но у него получилось. Вышли саженцы, вырастили. Он их холил и лелеял. А в 2013 году пришёл владейное поле, приехал в владейное поле, пришёл к нам в наш краеведческий, историко-краеведческий музей и обратился к нам с просьбой. Он сказал, что у него есть вот такое поручение. И что это его мечта тоже, чтобы она осуществилась. Он хочет, чтобы эти деревья за пять тысяч километров он привёз сюда, на нашу ленинградскую землю, ладинопольскую землю, чтобы они здесь прижились. И сегодня, ребята, мы с вами, посадив эти деревца, выразим своё гражданское отношение к истории своей великой родины, своё святое отношение к нашим дедам и отцам. И хочется поблагодарить молодых лесничих ребят, которые привезли эти деревца, нам съездили в Волховский район, да ещё не один раз. Это Дмитрий Пожитнов, Сергей Чайковский, Александр Семёнов. А ещё им помогали замечательные женщины, которые также трудятся в этом лесничестве. Это Татьяна Николаевна Богданова, Зоя Саватеевна Потапенко, Светлана Анатольевна Баранова. И заводила всего этого дела, всё держала руку на пульсе и всем этим руководила. Галина Павловна Солдатова, зауч школы номер 3. Также кедры были высажены и на территории детского сада номер 1 «Сказка». Напоминаем телезрителям, что 70-летие победы на Свери Ладейное поле отметят уже в июне. Этот праздник станет главным событием этого лета, в рамках которого на территории района пройдёт также и девятый по счёту международный слёт следопытов-свирцев. Это действительно очень значимая акция и эта акция посвящена 70-летию нашей свирской победы. Организатором и инициатором является Нина Васильевна Трошева. Привезли эти саженцы с Алтайского края, их посадили, вырастили, вот сегодня мы высаживаем. И, конечно, в этой акции очень приятно, что участвуют наши дети, делегации со всех наших образовательных учреждений, принимает участие Совет ветеранов, также принимает участие и Молодежный Совет при главе. Поэтому все жители причастны к этим посадкам кедров. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok